Чувашские полицейские задержали подозреваемого в хищении дорогостоящих мобильных телефонов из магазина в Новочебоксарске. Несмотря на то, что торговое помещение находилось под защитой частной охраны организации, похитителю удалось скрыться до приезда группы задержания. 7 мая около 4 часов утра в Новочебоксарске злоумышленник, отжав входную дверь, проник в магазин компьютерной, цифровой и бытовой техники, расположенной на улице Винокурово. Мужчине, которого запечатлела камера видеонаблюдения, удалось похитить 29 мобильных телефонов престижных марок. На общую сумму почти 800 тысяч рублей. Торговое помещение находилось под защитой частной охранной организации, но злоумышленнику удалось скрыться до приезда группы задержания. Было установлено, что после совершения преступления он на поезде выдвигается в город Москву, где встречается и в последующем через своих связей реализует данные похищенные телефоны. Лицо, совершившее преступление, это житель Мордовии, города Саранск. Установить личность подозреваемого оперативникам удалось в результате проведенной масштабной работы. Для того, чтобы выйти на его след, сотрудникам управления уголовного розыска МВД Почувашской республики приходилось неоднократно выезжать за пределы региона. Им удалось установить места сбыта похищенных телефонов, а затем и выйти на самого подозреваемого. 37-летний житель республики Мордовия, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, совершенные в других регионах страны, на днях был доставлен в Чувашию. Была получена информация, что похищенные наши телефоны реализуются на советском рынке в торговой точке по продажам соток телефонов. Руководством МВД была организована немедленная следственная оперативная группа по выезду в город Москву для работы. Ущерб причинен на 800 тысяч. Реализация была порядка 300-350 тысяч, то есть по заниженной цене. Преступление было тщательно спланировано. Мужчина заранее знал, как можно проникнуть в помещение и где находятся наиболее дорогостоящие товары. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению других подобных преступлений. До окончания следствия он будет находиться под стражей.